друзья привет меня зовут евгений это очередной выпуск мои инвестиции подведем сегодня итог января во что инвестировали что нам пришло из дивидендов ну что давайте заглянем в мой портфель итак на конец января в моем портфеле 479 1616 рублей ну несколько там копеек с чего начать начнем наверное с приятного 12 января поступила выплата дивидендов от western union всего 1 доллар 90 центов но у меня там и акции то этого western union всего 9 штучек 26 января поступили выплаты дивидендов от тать нефти у меня обычка и сумма пришла одна тысяча пятьдесят семь рублей минус подоходник подоходим по моему был 137 рублей ндфл у меня удержали в портфеле у меня тать нефти 106 штучек больше я ее не докупал не увеличивал позицию держим также по компании мой горизонт это 550 район 600 рублей за акцию и я закрываю позицию по тать нефти если все будет хорошо то по тать нефти скорее всего следующее закрытие реестров акционеров произойдет где-то в мае или в июне месяце на фоне того что доллар подрос почти практически до 80 рублей я закрыл позицию по доллару закрыл где-то 297 долларов и еще 100 долларов я закрывал до этого чуть чуть пониже в общем в среднем 79 50 я закрыл доллар допустим выше 80 я думаю мы не увидим ближайшие месяцы если конечно не обострится то обстановка с украиной то что россия хочет напасть запад не дает в общем я все все таки думаю что доллар опустится опять в район семидесяти трех семидесяти четырех рублей и будет в этом коридоре в принципе очень долго торговаться я думаю весь этот 2002 222 год мы увидим именно 73 74 рубля за 1 доллар на освободившиеся деньги которые я поменял с валюты я докупил 40 акции нлмк теперь у меня в портфеле акции 350 штук на 73 752 рубля в данный момент у меня в портфеле находится этот актив закрытие реестра акционеров скорее всего будет в мае как и в прошлом году сколько они заплатят пока неизвестно не не могу нигде найти этой информации но судя потому что последнее время они платили хорошие дивиденды я думаю с дивидендами нас не обидят поэтому нлмк у меня в портфеле на долгосрок и пока я ее не планирую не продавать а наоборот если будет свободный кэш и хорошая цена то будем ее покупать кстати купил я ее на отметке 196 но она спускалась еще ниже минимум был 193 рубля за акцию в данный момент она торгуется в районе 210 рублей за акцию еще одна покупка это полиметал купил 14 штучек по 1140 рублей за акцию но поспешил я с покупкой она хорошенько еще скорректировалась вниз до отметки 1100 и даже 1093 она показывала в пятницу на торгах в данный момент у меня в портфеле 50 штук на пятьдесят пять тысяч сто пять рублей и минусуем и аж на 19 процентов это почти 13 тысяч рублей держим и будем следить выплаты дивидендов по полиметал скорее всего будут в апреле месяце будет закрытие реестра акционеров продавать фиксировать допустим убыток по этой компании нет если она выйдет хотя бы в безубыток то я думаю половину можно будет закрыть а остальное все-таки ориентир по этой бумаге 2000 за одну акцию так что будем держать и надеюсь она подрастет бристоль майерс также показывал и снижение и опять рост но пока мы его держим не продаем кстати январские дивиденды по бристоль майерс еще не поступили так что ждем выплату дивидендов от компании и следующее закрытие реестр акционеров скорее всего будет в марте месяце так что мы по-любому его держим и пока продавать не собираемся компания в райзен все также и и колбасе то вверх то вниз у меня в портфеле и 41 штука на 2170 долларов по ним кстати тоже не было выплаты еще дивидендов так что мы ждем выплату по компании в бирайзен следующее закрытие реестр акционеров скорее всего будет в апреле месяце так что мы пока держим если она все-таки у меня выйдет в безубыток я планирую закрыть хотя бы половину половину акции которые у меня есть то есть оставить штук 25 остальное пустить еще на какие-нибудь инвестиции rusagro тоже показывает наихудшую динамику снижается в район 1000 рублей за акцию но не знаю мы пока держим закрытие реестр акционеров по rusagro скорее всего будет в апреле месяце так что мы до дивидендов скорее всего ее поддержим а дальше посмотрим она у меня уже год в портфеле и два раза выплатим выплачивались по ней дивиденды но роста бумага почти не показала точнее был рост и был хороший рост до 40 процентов но я позицию по ней не фиксировал и поэтому мы опять откатились практически на тот же уровень на который я ее и покупал покупал ее за 892 рубля в данный момент она торгуется на отметке 1774 плюсует на 20 процентов и у меня ее всего 10 штучек докупать не знаю я пока не планирую докупать rusagro дивиденды выплачивает два раза в год если бы ежеквартально было бы намного интереснее кэшам у меня остается 9000 рублей пока не знаю наверное докуплю я еще полиметал если она опустится ниже 1100 рублей на где-то на отметке 1090 я думаю докупить еще 8-7 штучек компании и ждать роста от полиметалла плюсуем всего на 2,89 процента но это я думаю нормальный показатель если учесть то что в последнее время рынке колбасила то вверх то вниз январь мы удержали в плюсовой динамике то есть мы практически в безубытке доход за месяц 14000 дивидендами нам выплатил и 1200 и пополнение у меня в этом месяце не было так что этот месяц у меня был только на доходе от дивидендов и от роста акций и так что же ждать в ближайшее время от рынка думаю глобальной коррекции мы можем увидеть кстати глобальную коррекцию процентов на 20 это точно но когда она настанет не знает нет никто и вот это вот время которое сейчас происходит на рынке она очень интересная но сравнимо где-то с 2014 годом когда на украине как раз произошли вот эта революция война на донбассе которая до сих пор идет мы видим то что рынки опять же реагируют и если судить по тому что было 2014 2015 году то думаю все таки мы увидим рост акций до лета я думаю глобальной коррекции мы не увидим а вот уже летние месяцы нужно будет как-то поаккуратнее скорее всего именно летом мы увидим коррекцию как и на российском рынке так и на зарубежных рынках тоже какой-то войны допустим между россией и украиной там нато я все таки надеюсь что мы ее не увидим потому что это глупость никто не хочет войны и это опять же обычный на народ это откатит опять на назад опять будут нехватка денег и всего остального конечно на войне те кто ее если развяжут они на ней заработают но мы с вами потеряем намного больше чем сможем заработать поэтому мы за мир россия и украина но я думаю не знаю как вы но если я допустим слушаю музыку на украинском языке то или или смотрю там какой-нибудь передачу то я в принципе понимаю о чем они говорят как и украинцы на я думаю понимаю то что говорят на русском языке и как бы война между двумя народами она по сути никому не 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 нужна и политики которые этого это стремятся сделать то не знаю я думаю нам не нужны такие политики которые ведут нас к войне на этом все спасибо что смотрели это видео до конца оставляйте лайки подписывайтесь пишите комментарии а я вам говорю до новой встречи на проекте мои инвестиции всем пока